Мы уже не раз отмечали исключительную способность создателей мультфильмов манипулировать зрительским сознанием посредством трейлеров. Стоит им, например, добавить какую-нибудь незначительную деталь, или же наоборот, убрать важную для сюжета подробность из кадра. И вот, мы с вами уже идем по ложному следу. Тем не менее, разбирая ролик по Холодному сердцу 2, нам, кажется, удалось не сбиться с пути и разгадать самую большую тайну предстоящей премьеры. А именно, кто является ее главным злодеем. Меня зовут Никлас, начинаем. Как можно понять из трейлера, одной из ключевых фигур истории станет некая волшебная лошадь, чей образ будет неизбежно возникать на пути Эльзы в моменты ее особо острых эмоциональных переживаний. Будь то всепоглощающие страх и отчаяние, или же наоборот, безграничная радость и счастье. При первом знакомстве с этим поистине удивительным существом, мы решили, что перед нами дух матери главных героинь, Идуны, пришедший в наш мир с целью оберегать и помогать своей старшей дочери во время ее утомительного и опасного путешествия. В свое оправдание заметим, что сделать подобное умозаключение нас заставили два последовательных кадра трейлера. В одном из которых можно было заметить погибшую королеву, а в другом – вышеупомянутую лошадь, устроившую ошеломленной Эльзе целое светопредставление. Тем не менее, после очередного просмотра промо-ролика нас осенила мысль, что его создатели просто-напросто пытаются ввести зрителей в заблуждение, заставив нас делать ложные выводы относительно предстоящего сюжета и принимать желаемое за действительное. Впрочем, осознав, что Идуна не имеет никакого отношения к волшебной лошади, наша уверенность в том, что грациозное бестелесное создание является духом, ни капельки не ослабла. Тем более, что определение слова «дух» очень точно описывает то, что нам продемонстрировали в трейлере. Так, в мифологии духом называют нематериальное сверхъестественное существо, обладающее различными уникальными возможностями. Такими как невидимость, ясновидение, способность к полету, исчезновению и появлению, а также наделенное волей и определенным нравом, в зависимости от которых способна как принести вред, так и оказать неоценимую помощь человеку. Кроме того, существует гипотеза, что духи часто становятся причиной различных природных явлений, которым создатели второй части «Холодного сердца» отвели в своей картине особое место. Что интересно, по мере развития сюжетной линии трейлеров, в кадре появляется не один волшебный конь, а целых три. Так, в начале ролика мы с вами можем наблюдать так называемую «водяную лошадь», чей характер пока остается для зрителей загадкой. Как вы можете заметить, данное существо, представляющее собой стихию воды, никоим образом не пытается навредить Эльзе, но тем не менее и не спешит ей помогать, предпочитая наблюдать со стороны за попытками девушки покорить обезумевший океан. Затем в трейлере мелькает лошадь зелёно-голубого оттенка, которая показывает Эльзе определённые пророческие картины, и совершенно очевидно глубоко ей симпатизирует. Что же касается стихии, которую олицетворяет это прекрасное невесомое создание, то исходя из его способности летать, можем сделать вывод, что оно представляет собой стихию ветра. Воплощением следующего природного элемента становится свирепое огненное существо, враждебное настроение которого нам продемонстрировали ещё в предыдущем трейлере. Тогда, правда, мы не подозревали, что за неведомая сила заточила Эльзу и Олафа в пламенное кольцо. Но теперь все карты раскрылись. Последнюю же из четырёх стихий, а именно стихию Земли, аниматоры почему-то не стали представлять в виде духа. Вместо этого в качестве образа, символизирующего данный природный элемент, было выбрано огромное каменное чудище, появившееся в финале трейлера и вызвавшее у Эльзы панический страх. Если вы внимательно слушали то, о чём мы сейчас говорили, то наверняка заметили, что вышеперечисленные стихии разделились на два противоборствующих лагеря. Так ветер и вода оказались олицетворением доброй светлой магии, в то время как земля и огонь стали воплощением сущего зла. Продолжая данную тему, хотим обратить ваше внимание на сцену, в которой Анна и Эльза, держась за руки, рассеивают густой туман, в результате чего перед ними возникают четыре каменных монумента, на каждом из которых можно заметить один из тех символов, что ранее создавала Эльза, и смысл которых до сих пор был скрыт. Если вы посмотрите на расположение данных сооружений, то обнаружите, что первые два из них находятся слева от входа, ведущего наших героев в неизвестность. Следующие же два справа от него. Подобное рассредоточение каменных плит будто бы намекает зрителям, что одна пара изображенных на них знаков символизирует собой добро, в то время как другая отражает зло. Опираясь на эту информацию, давайте попробуем разгадать истинное значение данных символов. Так, если вы обратите внимание на пару расположенных слева статуй, то заметите на одной из них ромбовидный символ, являющийся точной копией кристаллов, создаваемых Эльзой с помощью магии льда, что касается знака, изображенного на соседнем извоянии, то мы надеялись, что он каким-то образом относится к Ане, ведь тогда наша догадка о том, что руны слева знаменуют собой добро, имела бы неопровержимые доказательства. И хотя мы были практически на 100% уверены, что у нас не получится связать этот символ с Анной, как вдруг заметили на платье девушки знак, идентичный тому, что изображен на интересующем нас камне. Таким образом, медленно, но верно, мы приблизились к разгадке самой важной тайны мультфильма. Если следовать нашей теории, то руны справа, в противобес Анне и Эльзе, символизируют двух злодеек, которые, возможно, как и главные героини картины, являются родными сестрами. О них на данный момент ничего не известно, за исключением того, что они невероятно могущественны. К счастью, Эльзе не придется сражаться с таким противником в одиночку. У нее будет верная и невероятно сильная помощница. Чуть ранее мы упоминали, что стихии воды и ветра представляют собой добро. Теперь же предлагаем разобраться, какой стихии принадлежит каждый из наших отважных красоток. Исходя из того, что Эльзе владеет магией льда, иными словами, умением замораживать воду, делаем вывод, что она неразрывно связана с водной стихией. Что же касается Анны, то символом ее стихии стал ветряной конь, унаследовавший веселый и добродушный характер своей хозяйки. Как вы уже наверняка поняли, у младшей сестры Эльзы все-таки есть магические способности, о наличии которых поклонники подозревали еще со времен выхода первой части «Холодного сердца». И хотя пока мы не видели силы Анны в действии, уверены, что взмывающие верх люди и кружающиеся кленовые листья – ее рук дело. В группе планета мультфильмов А113 постоянно публикуются интересные посты по вселенной «Холодного сердца» и другим вашим любимым картинам. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok